Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Женщина – это космос. Если с женщиной все хорошо, все будет хорошо и с ее семьей. Так говорит наша сегодняшняя героиня. Героиня во всех смыслах заведующая гинекологическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Московской области Тамара Добровольская. Здравствуйте, Тамара Борисовна! Здравствуйте! Большое спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Тамара Борисовна, ну вот вы лично в одном из своих интервью нашему телеканалу, такое-то было небольшое интервью, вы признавались, что для вас лечить женщину – это большое счастье. Но лечить – это все-таки сталкиваться в вашем случае, это сталкиваться ежедневно с чужой болью, в принципе. Вот откуда здесь можно черпать счастье? Ну, понимаете, с одной стороны, правильно. Женщины приходят, жалуются, они приходят со своими проблемами, и если у нас получается эти проблемы разрешить, то это мощнейшая мотивация помогать в следующий раз, понимаете? Мы тоже испытываем от этого колоссальное удовольствие моральное, если нам удается достичь того, чего хочет женщина. В одном случае – здоровье, в другом случае она хочет выполнить свою репродуктивную программу, и то, и другое – это большое дело. И если нам удается или спасти жизнь, или улучшить качество жизни пациента, мы считаем, что мы на своем месте, и нам хочется идти завтра снова и снова побеждать. Вот вы помните свой первый рабочий день в качестве заведующего отделением здесь? Да, это было в 2003 году, в декабре. Да, но без малого 20 лет практически на этом месте. Что это был за день? Ну, для меня это был такой сложный день, потому что это был первый день знакомства с коллективом. До меня в этом отделении работал прекрасный доктор, который очень высокого уровня специалист, профессор Олег Николаевич Шалаев, и весь коллектив от него мне достался. И, естественно, мне хотелось удержать позицию и самой себе, и тем людям, которые со мной остались работать, доказать, что мы будем на том же уровне, а может быть, даже лучше делать свою работу. Вот скажите, с тех пор, как вы пришли в это отделение, насколько изменилось ведение беременности? Да, вы знаете, у нас ведение беременности, в общем-то, подходы к нему и подходы к женщине очень сильно поменялись. Почему? Потому что на государственном уровне очень большая задача стоит перед гинекологами, перед акушерами сохранить беременность, улучшить репродуктивные возможности женщин. И в конечном счёте добиться тех задач по демографии в России. Наверное, такая же сверхзадача была и 20 лет назад. Вы знаете, да, она была, но она как бы в 90-х годах не так звучала. Не так. Потому что годы, наверное, были тяжёлые, люди по-другому. Была другая социальная политика. В стране было не пойми что до 2000-х годов. Понятно, конечно, кто-то рожал, кто-то не рожал. Ну, страшные были истории всякие, поэтому тут выживали люди, мне кажется, больше, чем думали. То есть сегодня, на сегодняшний день, то, что озвучивается на государственном уровне, беременная женщина – это человек номер один. Это номер один, да. Да, и вот теперь хочется отдельно коснуться вот этого периода жизни женщины под названием беременность, когда она узнаёт о своём счастье. Ну, чаще всего это всё-таки счастье. Конечно, есть разные женщины, но всё же. Вот какие первые действия, первые шаги она должна совершать? Возможно, она ещё не пришла к врачу, не встала на учёт. Вот что первое? Она поняла, что всё произошло. Произошло. Ну, наверное, первое то, что вы сказали. Я считаю, что это счастье. Сидеть и радоваться? Да. Когда женщина узнает, что она беременна, как правило, это и подтверждает тест на беременность. Сегодня его делают все. И вот эти волшебные две полоски, они делают её просто другим человеком. Ну, самое интересное, что в моём понимании, что женщина мамой становится не тогда, когда она рожает ребёнка, а когда вот в тот первый миг, когда она узнала, что у неё две полоски. То есть она должна себе сказать «я мама». Она уже не будет ничего говорить, она уже всё сказала. Всё уже. Да. Когда она принимает решение, что она продолжает носить эту беременность, она уже всё сказала себе, своим близким и всему миру. Она мама. Так, хорошо. «Я мама» прозвучала, вот это внутреннее. Далее следует ли, может быть, там сразу от чего-то отказаться, изменить как-то свой режим дня, что-то начать, принимать какие-то, может быть, витамины, препараты, ещё не посещая доктора? Я думаю, что не стоит. Я считаю, что... Вот как жили, так и живём. Ну, вы понимаете, давайте относиться к женщине, которая забеременела, как к условно здоровой женщине. Ну, это... К условно здоровой. Ну, у нас, да. Да. Почему я так говорю? Потому что часть заболеваний, которые находятся в стадии обострения или в какой-то декомпенсации, или как-то мешают женщине жить, они являются препятствием для того, чтобы она забеременела. Поэтому если у неё беременность случилась, то чаще всего у неё в организме всё скомпенсировано, всё встало в нужное русло, скажем так, и она может выполнить свою репродуктивную программу. Поэтому что-то срочно, принимать какие-то таблеточки, ничего не нужно. Нужно принять эту ситуацию как есть. Её надо проработать, выработать первые шаги, но они, конечно, должны быть в позитиве. Это чисто эмоциональная задача для женщины справиться с этими эмоциями. И всю семью обрадовать, что они в ожидании вот такого чуда. Много человека. К врачу не очень как-то горим мы все желанием ходить, скажу я вам честно. Ну, нет, может быть, кто-то есть, который пылает такой страстью походами к врачам. Но всё-таки здесь, наверное, уже придётся привязаться к какому-то доктору. Да? Насколько, если я себя хорошо чувствую, зачем? Хороший вопрос, замечательный. Почему? Потому что каждая женщина, наверное, задаёт себе такой вопрос. Зачем вот эти лишние шаги, приходить? Это не очень удобно всегда, потому что это запись, очередь какая-то, да? Время выделить для этого нужно. Ну, наверное, для того, чтобы ответить на несколько вопросов для себя. Первое. В какой разряд мы попадаем с этой беременностью? Да? Где она? Да, то есть в какой зоне риска находишься, правильно я понимаю? Да, верно. Если женщина попадает к доктору с небольшой задержкой беременности, то, конечно, первое, что мы стараемся уточнить, это беременность в правильном месте расположена, или она, может быть, расположена не там, где бы нам хотелось, потому что никто не может исключить просто так беременность, находящуюся вне матки. А, есть я же ещё, да, вне матки. Понимаете? Поэтому эту ситуацию, конечно, надо уточнить. Потом, конечно, приблизительно на сроках до 10 недель желательно всё-таки найти место приемлемое для женщины. Ну, имеется в виду, что медицинскую организацию, в которой бы она хотела наблюдаться по поводу данной беременности. Ну, почему я так говорю сегодня? Потому что раньше мы очень сильно территориально были привязаны к тем женским консультациям, которые обслуживают место, где человек проживает. Но сегодня у женщин есть выбор. Они часто предпочитают частные клиники. Вот. Хочется конкретно во врачах обладаться. И когда человек определяется, кому он доверит ведение своей беременности, он должен туда прийти как можно раньше, вот до 10 недель, для того, чтобы случилось самое важное, что должно случиться, это беседа с врачом. И это рассказ про себя, про своих родственников, про то, как случилась беременность, потому что она сегодня может быть естественным путём, она может наступить при помощи вспомогательных, репродуктивных технологий. Свой возраст, свои болезни, свои аллергические реакции, ну, всю свою историю, чем болело, как всё это происходило, как человек рос, как развивался, вот, когда эта беременность наступила. Потому что есть ранние беременности, есть поздние беременности. Сегодня всё же у всех по-разному. Когда врач собрал определённую информацию, то есть он установил действительность, да, по отношению к этой женщине, то тогда он, конечно, должен для себя выстроить по рассказу этой пациентки, в какую группу риска эта женщина попадает и в каком направлении вести более углублённые обследования для того, чтобы избежать каких-то, ну, нежелательных моментов, осложнений и так далее, и так далее, обострения каких-то заболеваний. И если она не попадает ни в какую группу риска, то ей поставят диагноз нормальной беременности и будут её вести с таким диагнозом нормальная беременность. Вот хорошо. Если у нас всё прекрасно, нормальная беременность протекает, прекрасно себя чувствует, даже токсикоза нет, как часто нужно посещать врача? Врача, да. Смотрите, у нас поменялись клинические рекомендации. Это такие документы, которые регламентируют работу акушер-гинекологов и не только всех специалистов и по всем нозологиям. Но, может быть, у нас ещё не все нозологии переведены и в клинические рекомендации. Но с беременностью нам повезло, потому что обновлённый вариант нормальной беременности вот как раз в 2020 году вступил в действие. В чём особенность? В том, что сейчас снизилось количество посещений к гинекологу, если выставлен диагноз нормальная беременность. То есть это не меньше 4 и не больше 7 за всю беременность. Это какая частота получается посещения? Ну, мы говорим про то, что у нас есть первые посещения для уточнения диагноза, где беременность. Дальше посещение, когда мы после назначения комплекса обследования узнаём результаты, обсуждаем с пациенткой эти результаты. Второе посещение. Дальше записывается пациентка на первый скрининг по своей беременности. Это где-то в 11-13 недель. А дальше идёт второй триместр. Если у неё нет никаких патологических изменений, она может посетить врача на сроке, например, 16-18 недель, если у неё есть какие-то особенности по анамнезу, для цервикометрии, например, для того, чтобы уточнить, как у неё шейка себя ведёт, не раньше ли она раскрывается, потому что это болезнь бессимптомная, истмикоцервикальная недостаточность, и за ней периодически надо делать контроль. Поэтому это тоже нужно контролировать. Да. Дальше второй скрининг у нас идёт в 20-22 недели. В третий триместр пациентка переходит, у неё идёт повтор всех обследований. Если там всё хорошо, то уже перед родами, где-то в 36-37 недель, можно ещё раз, вернее, не можно, а нужно ещё раз. Нужно появиться к акушеру-гинекологу для выработки тактики ведения родов и уже для передачи торжественно акушерам, которые будут дальше рода разрешать эту пациентку. Хорошо. Мы сейчас пока прервёмся на рекламу, уступим ей место, а далее продолжим наш разговор. Совсем недолгим будет перерыв. Оставайтесь с нами. Друзья, мы продолжаем программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях заведующая гинекологическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства. И ещё раз хочется это произнести. Врач-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Московской области Тамара Добровольская. И мы говорим о беременности. Тамара Борисовна, вот в первой части программы мы с вами обсуждали то, что нужно регулярно посещать врача. Идёт нормальная беременность, определённая частота посещения есть. А если девушка просто отказывается, даже не хочет то незначительное, может быть, необходимое количество посещений совершать, не хочет и всё. Вот здесь какие-то к ней санкции могут применять? Что, возможно, она не несёт ответственности из-за своего ребёнка уже? Санкции такие, конечно, к ней никто применять не будет. Уголовно это ненаказуемо. И даже административно. И даже административно. И даже морально непреследуемо. И даже морально. Непреследуемо. Почему? Потому что мы же с вами понимаем, что это личное дело каждого человека, если он ей способен. Мы говорим о тех людях, которые сами могут за себя принимать решения. То есть если он старше 18 лет, и если у него нет справки от доктора, который рекомендует ему все вопросы решать с опекуном, и он принимает это решение сам, то он и несёт за себя ответственность. Что тогда? Ну, давайте вспомним 18 век. И половину 19 века всё было предоставлено само себе. И, конечно, большая часть женщин рожали. Были с детьми. И это всё происходит. Но процент осложнений был высочайший. И мало пациентов, даже женщин доживало до 36 лет, потому что, вот смотрите, все фильмы, все сценарии у нас все завязаны на родах, на трагедии в этих родах. То ли ребёнок погибает, то ли мама погибает. И вся вот эта история... Сейчас даже история жизни Рембрандта, кстати... Совершенно верно. Куда бы мы ни коснулись, вот это была той трагедии, потому что помощь оказывали не очень профессионально. Не все могли обращаться в медицинские учреждения. Такой возможности не было. Что там делали у нас в России бабушки-повитухи? Ну, кто мог эту помощь оказать? Кто был специально обучен, или где-то это видел, или передавалось это из поколения в поколение? Ну, а сейчас мы за что боремся? Мы почему выставляем вот такие рекомендации для женщин? Мы хотим, чтобы они беременность свою доносили без осложнений, чтобы это им доставляло только радость и удовольствие. То есть чтобы они были с этой стороны с большим прогнозом. Если у них есть какие-то проблемы, то мы готовы их вовремя пытаться разрешить. Дальше. У всех пациенток разные планы ведения беременности и разные пути рода разрешения. Для чего это? Это для безопасности самой женщины и для безопасности плода. Или плодов, если это многоплодная беременность. Понимаете? Поэтому в этом смысле мы что хотим? И хотим, чтобы и женщина получила высококвалифицированную помощь, и новорожденный ребенок, чтобы он тоже был вовремя осмотрен педиатром, чтобы ему была оказана вся нужная помощь. Для того, чтобы потом прогноз для его жизни был выше, лучше, и все, что зависит от нас. Все заинтересовано в этом государство, заинтересованы в этом медицинские работники на всех уровнях, а сегодня особенно в перинатальных центрах, в родильных домах. Понимаете, мы все сориентированы на это. На сохранение. На сохранение. На защиту, да. А вот если говорить о патологиях, что к ним относится, вот патология у беременных? Всегда все начинается с беседы с врачом. И насколько она детально и обоснованно произойдет у беременной женщины первый раз с гинекологом, настолько зависит, ну, чаще всего, ее судьба по вынашиванию беременности. Потому что насколько максимально будет задано вопросов, и настолько максимально выяснена особенность индивидуальная у этой пациентки, настолько будет подобран правильно ей спектр обследований и консультаций нужных специалистов. Ну, давайте такой пример приведем. У наследственных гемофилиях мало кто что знает. Ну да. Мы о них начинаем узнавать, когда у нас пациентка теряет несколько беременностей. Мы начинаем проверять, у нее кровь, отправляем ее к гематологу, начинаем искать проблему. Ну, по всем параметрах мы, конечно, и находим, что у нее есть наследственная гемофилия. И уже к следующей беременности мы целенаправленно готовимся, потому что мы подбираем вместе с гематологом. Есть серия препаратов, которые ей помогают выносить беременность. Так, гемофилия. Дальше мы спрашиваем у родителей, у кого-нибудь есть сахарный диабет 1-й, 2-й тип, или у родственников 1-й линии, есть у острая там бабушки. Если мы эту историю выясняем, и у кого-то есть, особенно если у мамы или у сестры был, например, дебют сахарного диабета во время беременности, то, естественно, эта пациентка у нас условно угрожаема по этой патологии. Конечно, мы будем прицельно смотреть у нее и глюкозу крови, и изучать толерантность к глюкозе, и посылать ее к эндокринологу, и совместно вести эту беременность, если у нее по результатам обследования будут для этого показания. Так, что еще к этим патологиям можно отнести? Вот гемофилия, сахарный диабет. Да, глюкоза, ожирение. Ожирение. Да, гипертоническая болезнь. Нарушение работы мочевыделительной системы. Это очень часто. Такой, знаете, беременность является такой катализатор. Вот девушка живет своей жизнью, не беременная, у нее все как бы хорошо. А как только беременность наступила, у нее сразу изменяются возможности компенсировать вот эту нагрузку избыточную, которая связана с беременностью и организмом. То ли у нее давление повышается, то ли у нее нарушается функция почек, то ли у нее обостряются те инфекционные заболевания, с которыми она жила дружно. Это чаще всего инфекции мочевыделительных путей, которые ее не беспокоили. А во время беременности снижается, меняется иммунитет. У нее вот это все обостряется. Мы должны ей заниматься обязательно. Да, и надо понимать, что все реально, даже при таких патологиях, которые вы сейчас перечислили, это вот гипертония, ожирение, сахарный диабет и так далее, реально выносить здорового ребенка. Да, конечно. Есть такое понятие, как предгравидарная подготовка и предгравидарное обследование. Это система обследования, когда молодая супружеская пара, которая еще не получила тест на беременность положительной, но мысли бродят в полную меру, и они приходят к врачу. И они обследуются до беременности и узнают, и всю ту историю свою, мужа, рассказывает пациентка, что с ними происходило, чтобы сориентировать врачей, о какие опасности их могут подстерегать. Если что-то можно откорректировать до беременности, то лучше это сделать до беременности. Если невозможно откорректировать, то информировать пациентку о прогнозах будущей беременности, о прогнозах вынашивания и родоразрешения, это тоже большое значение, потому что человек уже должен принимать решение свое и правильное. А можете навскидку сказать, что можно откорректировать до беременности и у мужа, и у жены? Ну, смотрите, если... Ну, такая нечастая патология, но она все-таки встречается. Очень пациентов волнует это отличие по резус-фактору. Да? Так. Если мы обследовали мужа, кто-то знает свою группу крови резус-фактор, кто-то не знает, понимаете? И если мы их правильно провели и сориентировали, какие у них могут быть проблемы, если у них есть по этому случаю риск, то мы, конечно, всю беременность ведем, и пациентка осознанно приходит... Конечно. И она знает, зачем она ей эту врачу, зачем этот анализ, и что он ей говорит, и какие будут приняты меры. Это один момент. Второй момент. Если говорить о муже, да, о нем мы все меньше говорим. Да, кстати, зря мы так... Да, мы должны же понимать, конечно, может быть, это немножечко звучит и грубо, но мы должны наследственность мужа знать. Почему? Потому что ребенок может наследовать эти заболевания. И как часто это наследуется. То есть иногда это надо знать. Вот. Ну, а лучше знать всегда. Мы же хотим здоровых детей. Вот. Потом его уровень здоровья. Почему? Потому что, смотрите, сейчас браки поздние, браки повторные. Отцы бывают не всегда молоды. Взрослые. Взрослые, да. Но это, тем не менее, не меняет нашего позитивного отношения на их работу. Но прогноз, конечно, для женщины всегда нужен. Хотя мы знаем сегодня, что женщина, если она любит мужчину, она готова сегодня на любых условиях рожать от него ребенка. Даже если не очень благополучный прогноз для его здоровья. И это, наверное, у русских женщин выражено больше всего. Вот такое вот самопожертвование, любовь, вот такую преданность. Это, конечно, есть такая история. Ну, в моей практике есть, как сегодня можно сказать, кейс, ситуация. Я бы сказала, когда муж погиб, но у пациентки первые две беременности были ЭКОшные при помощи вспомогательных и репродуктивных технологий. Ну, конечно, никто не планировал, что жизнь закончится так быстро. И были на всякий случай заморожены эмбрионы. Биоматериал. Да, биоматериал. И эта женщина потом пошла на ЭКО уже через несколько лет после смерти мужа и родила прекрасных детей. Понимаете, поэтому тут очень такие важные вопросы, да, в этом плане могут быть, связанные с этой историей. Вот. Про женщину. Женщина – это космос. И я это повторяю. И вы понимаете, насколько готова женщина всё от себя, чтобы было хорошо её семье и ей. Всё готово. Поэтому, ну, её тоже надо обследовать, о ней надо тоже узнавать, потому что она тоже носитель генов, носитель каких-то заболеваний. Она тоже поздно сейчас вступает в брак. Всё позже готовится к беременности. А у нас есть много болезней накопления, те, которые связаны с нашей жизнью до этого, да. И понятно, чем мы больше знаем о пациентке, тем больше мы можем ей помочь. И самое главное, мы можем ей помочь именно индивидуально по её плану и по её особенностям. То есть вот если подытожить наш с вами разговор, делаем вывод, самое главное – это знание. Причём знание задолго ещё. Должна побеспокоиться мама о своей девочке, будущей матери. Конечно. Чтобы та понимала, с чем она может столкнуться, когда станет взрослой. Конечно. Мне очень обидно, иногда бывает, мне приходится заниматься детской гинекологией в силу того, что у нас детская больница в комплексе. Мы – единая структура. И к нам привозят девочек с разными патологиями, и с острым животом, и с кровотечением. И нам приходится решать эти вопросы. Поражают мамы. Я говорю, как симптом невыученных уроков, да. Когда человек попадает с одной и той же историей, с 13 до 15 лет, в стационар, только потому, что мама не выдерживает план последующих рекомендаций. Вот так. Рискуя жизнью. Я очень люблю советский мультфильм «Тринадцатый». Кого должен любить чёрт? Чёрт должен любить себя. Женщина, каждая и любая, должна понимать, что она неповторима, и она должна любить себя. Безумно. Потому что другой такой не будет. Вот он, весь секрет здоровья – любить себя. Спасибо большое, Тамара Борисовна. Друзья, у нас в гостях была заведующая гинекологическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства Тамара Добровольская. Спасибо, что вы были с нами. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова